Кубанское молоко теперь будут пить и в Казахстане. Сегодня в Сочи было подписано соглашение о поставке молочной продукции в республику. В Олимпийской столице в эти дни проходит 12-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В его рамках заключены десятки договоров и соглашений в области сельхозпроизводства. Одним из главных событий форума стало пленарное заседание. Провели его главы государства Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Участие в обсуждении принял руководитель края Вениамин Кондратьев. Президент России отметил, что страны имеют давние аграрные опыты и дальнейшее сотрудничество пойдет на пользу обоим государствам, особенно в нынешних экономических условиях. Сегодня Россия и Казахстан входят в число ведущих экспортеров зерна на мировом рынке. Мы сообща запускаем новые совместные проекты, в том числе по сборке тракторов и другой сельхозяйственной техники. Дополнительные внимания и производством минеральных удобрений, продуктов питания. Согласитесь, зачем везти из дальних стран овощи, фрукты, молочные и мясные товары, отдавая заказы чужим поставщикам, когда наши собственные производители готовы, хотят работать, выходить на общий евразийский рынок со своими не уступающими, хочу подчеркнуть, а часто даже превосходящими по качеству продуктами. Больше 10 лет ведут сотрудничество с Казахстаном и кубанские ученые. В частности, речь идет о рисоводческой отрасли, отметил Вениамин Кондратьев. Каждый год не и рис, а Казахстан и Краснодарского края совместно проводят экологические испытания различных сортов зерна. Кроме того, Кубань оказывает помощь в селекции и внедрении в производство выведенных сортов. Сортами кубанской селекции в Казахстане занято 60% площади сева риса. Еще три сорта риса сейчас проходит государственное испытание, чтобы получить доступ к использованию на территории республики Казахстан. Кубанские и казахстанские ученые на протяжении 10 лет ведут работу и по внедрению высокоурожайных кубанских сортов озимой пшениц и чменя на полях Казахстана. Формирующееся единое экономическое пространство между Россией и Казахстаном позволит, в первую очередь, предприятиям обоих стран создать новые точки роста и новые уровни развития и дальнейшие перспективы. К слову, еще одно соглашение, которое на форуме подписал регион с Казахстаном, касается как раз поставки семян риса. Как отмечают специалисты, кубанский рис в республике особо ценится за высокую урожайность.